всем привет сегодня пятница школа программирования тестирования пасов мы с вами занимались целую неделю всем спасибо кто ходил присутствовал эту неделю вы сами видите ваш прогресс что вы сами уже знаете понимаете какие-то новые для себя вещи кто-то уже принял для себя решение идти продолжать кто-то принял решение не продолжать то это сугубо сугубо личное дело каждого человека наша задача это помочь помочь вам понять нравится понравится вам такое или не понравится а дальше уже дальше уже вы вы учитесь вы учитесь либо либо не учитесь те кто принимает решение учиться то вы через полгода уже будете владеть новой специальностью новой айтишной специальностью и сможете начинать проходить собеседование может быть кто-то и раньше но особенно те кто на км на вы где-то через месяца три уже сможете сможете выходить на рынок на рынок со своим предложением давайте отвечу на несколько вопросов да а потом подведем итоги и у нас сегодня еще целое целое занятие как-то мало просмотров на уроках по соотношению к участникам ну смотрят кто кто смотрит кто присутствует во сколько начинаются уроки расписание запросите у ассистентов в телеграме в инстаграме фейсбуке просто пишите пи эй сви по поводу четвертого по поводу четвертого урока точно так же как джова скрипт может помочь тестировщику мануальному тестировщику особо и не поможет потому что в мануальном тестировании программирования не нужно ну хорошо бы знать но не обязательно да а вот те кто идет уже на автоматизацию вам программирование программирование нужно будет обязательно так добрый вечер у меня в программе local coding закрытые уроки вам нужно начать начать проходить этот курс чтобы он открылся так вот вы видите я открою сейчас local coding когда вы когда вы начинаете курс у вас должна быть сверху кнопка начать стартануть вот есть нажимаете и открывается есть курсы и типа javascript practice которые для вас пока что закрыта полностью потому что они зависят от других все остальное открыто то есть вопросы еще по по чем по local coding да 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 он открыт и бесплатный мы его сделали специально для того чтобы помогать нашим студентам и для того чтобы помогать тем людям кто думает за учиться не учиться чтобы они для себя решили нравится это им подходит или не подходит а завтра они будут закрыты или будут открыты еще они будут все время открыты хорошо спасибо да так имейл марии контакт собака пас в точка и уэс либо либо найдите в инстаграме просто по по слову пи эс ви все вся информация там есть да все привет дать первое занятие бесплатно на следующей неделе на следующей неделе вроде бы да там насколько я видел там объявляли что первое бесплатно ага да 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 ты ведешь да его я веду хорошо прекрасно да какой какая версия javascript синтаксис лучше использовать вот вот это вот это который есть у меня а с не получается поставить по доступу в local coding что-то не понял можете показать где что показать как попасть на первое занятие ну наверно вот в и-мейлах там написано телеграме напишите переграме напишите в инстаграме в фейсбуке там где угодно видите по спешите пишите в каналу по всем контактам которые есть ссылку на телеграм сейчас скинуть да сейчас я скину вам ссылку сейчас куда да хорошо давайте еще вопросы можете включаться здравствуйте по поводу доступа local coding я вчера экран шарил да вот не пойму где обратку оставить я через сафари пробовал даже зарегаться аналогичную проблему ну то есть не кликабельная просто кнопка после года всех данных не покажете где на сайте можно написать или может почтой поделитесь куда обратиться не могу зрели так support собака pass в точка ios сюда присылай спасибо большое до вы до выкладки четвертого видео могли бы еще может там подмазать личные я как раз и машу попросил это сделать вероятно они как раз вот с этими тормознули супер спасибо да в общем теперь вы знаете хорошо давайте давайте начинать мы с вами вчера уже открыли play.localcoding.us это наша наша песочница помните но прежде чем мы перейдем продолжим заниматься программированием у меня вопросы про приложение есть я вам показывал вчера и приложение со списками кто-то там занимался кто то что делал там есть какие-то мысли либо кто то что там но нужно кому-то чем-то помочь нет ладно хорошо извиняюсь а можно пожалуйста обновить ссылки на эти приложения потому что как ты про втыкал вчера этот момент по поводу того что много что-то посмотреть тестировать а ты про это хорошо сейчас ну первое приложение там где у нас по и че он называется по и че да это я помню второе у нас было по моему с этим да task of client вот он а третьего не было вот тут три версии в этом окей все значит это то же самое можете скинуть опять эти ссылки да вот вот вам скидываю две пожалуйста эти приложения кстати кто-то начал уже проходить в local coding к мину есть до шоу до третьего пункта там до третьей секции дошел прекрасно там видео начинуть начались и было смотреть их нужно их смотреть да да начнем хорошо хорошо все все понятно там написано да очень интересная увлекательная история а можно вопрос вене это вы нет нет даже история до получается но очень интересная там нужно взять история полностью выдуман это волнея ну это по это сборный прототип любого мигранта рисовали явно с тебя да ну рисовала художница который ну с которой мы общались но она не думаю что вот хорошо если если такое совпадение пусть пусть так поехали сегодня мы продолжаем работать джаваскриптом что мы делали на вчерашнем занятии мы с вами уже писали консулог мы даже научились писать здесь hello hello world да да и это чтобы это все запустить работать нужно было открыть еще боковую панельку троеточим от ул девелопер тулс и здесь открыть консоль я также сбрасывал в telegram видео есть кто посмотрел их да посмотрели посмотрите еще до в telegram за 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 вчера там там есть эти объявления да ну чтобы запустить открыли консоль нажали кнопку увидели hello world также вчера мы с вами посмотрели обычные значения с плюсиками с минусом умножить на это просто я подвожу разделить да и даже возведение возведение в степень когда мы возводим степень то тут вот большие числа они показываются таким 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 образом есть еще остаток остаток отделения вот так можно сделать 12 остаток отделения на 2 будет 0 остаток отделения например на 8 здесь будет уже 4 с этим вопрос есть нет нет все нормально хорошо также вчера мы с вами посмотрели переменные переменные простая простая переменная давайте разберем разберем одну из классических задач это площадь как нам рассчитать называется задача калькуляция ремонта нас есть комната прямоугольная у нее есть ширина например каких-то футах у него есть что там еще есть другая да как как назвать друг другую другую сторону сторону ну да одна ширина и другая ширина на английском кто-то знает ширина и длина лэнкс давайте да хорошо от мер 10 и у нас есть длина получилось короче ширины как бывает это просто две две стороны мы можем даже так сказать давайте чтобы чтобы этого не делать мы скажем сайт 1 и сайт 2 вот теперь никаких вопросов про идеологических айрат какая-то ошибка unchecked runtime last error а ты все точно так же пишешь как я странная конечно ошибка unchecked runtime тут просто нечему ломаться и значит у нас есть прямоугольник комната вот есть комната представьте себе вот есть комната одна какая-то у нее есть одна сторона у нее есть другая сторона и вот мы знаем она эта комната прямоугольная и мы знаем вот эти расстояния одна из них какой там 32 10 пускай таки будет здесь у нас будет 32 а здесь у нас будет 10 пришел строитель да это и говорит что типа за один за один квадратный фут пускай мы будем мерить футах а он будет брать какую-то деньгу например они будут брать 30 38 долларов за один квадратный фут за один квадратный фут нам нужно написать такую формулу в результате которой так сказать 38 да это за за квадратный фут нам нужно сделать переменную тотал прайс в которой мы запишем в которой мы запишем в которой мы запишем общую стоимость ремонта этой комнаты пожалуйста ваши версии пишите их в чат что написать после равно либо вместе с пятой строкой полностью 38 это одного квадрата получается стоимость да да нужно все величины перемножить есть предложение все перемножить еще версии есть какие ребята еще какие виталий для начала мне кажется не консталет почему но мы же будем менять это значение можем по цену поменять константа будет меняться она же вас один раз задается правило такое что мы пишем если она меняется в ходе выполнения программы в ходе выполнения программы на нем не будет меняться есть версия сайт 1 умножить на сайт 2 в скобочках и умножить на прайс есть версия прайс умножить на скобки где сайт 1 умножается на сайт 2 почему никто не предлагает делить где математики все давайте версию с делением может зачем делить умножать нужно посчитать сразу площадь и потом нужно посчитать стоимость каждого квадрата так хорошо ну что то в этот раз все прям как будто как как знали да здесь достаточно все умножать проделите это я так для для проверки сайт 2 умножить на прайс почему вот есть в чате версии вот ну вот такая вот версия с чате почему здесь почему нам скобки не нужны вокруг умножения сайт 1 умножить на сайт 2 кто может сказать скобки для текста в каких случаях ставятся скобки когда сложение или вычитание и потом умножение а более конк более общее если надо порядок действий сохранить типа если сложение и вычитание нужны первыми да именно так то есть если мы хотим изменить приоритет выполнения операций то тогда то тогда нам нужно будет хорошо давайте выведем в консоль total price и посмотрим и посмотрим что там получилось вот я очищаю нажимаю на кнопку run вот это будет стоимость ремонта этой комнаты 12000 условных каких-то единиц денег представим себе что у нас у как вот у хозяев этого помещения есть какой-то бюджет например например есть какой-то бюджет и нам нужно понять нам нужно понять хватит денег или нет как это можно сделать сравнить как даже даже если скажем чуть по-другому нам нужно понять сколько денег у нас останется либо сколько денег у нас не хватит предлагают сделать дискаунт нет 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 без дискаунта разницу тогда вывести разница бюджет минус total price ну соответственно если отрицательное значение это нехватка если что-то остается положительное значение бюджет минус total price вот тогда мы увидим что тут мы не хватает строители говорят мы говорим допустим не хватит они говорят хорошо мы сделаем не за 38 мы за 34 таки давайте пересчитаем вот лишь я здесь поменял значение но программа не не вне вы не выполнилась поэтому вот когда я нажму на ран вот сейчас показывать что так в этом случае еще деньги останутся ой нет все таки сделаем за 35 за 35 тоже хватает даже если мы найдем кого-то за 36 на 36 уже нет то есть 35 с половиной мы как раз вот найдем хорошо поменяем условия задачи поменяем условия задачи скажем у нас есть вот какая-то цена здесь и вот есть цена строителей 38 нам нужно нам нужно рассчитать какую максимальную цену мы можем заплатить за квадратный фут строителям чтобы уже искать вот на основе вот этих вот данных как нам рассчитать максимальную цену которую мы готовы заплатить то есть вот здесь я сделаю переменную конст макс прайс мы должны посчитать сколько максимум мы можем заплатить строителям чтобы уложиться в бюджет бюджет делим на сайт 1 умножить на сайт 2 бюджет делим на total price должна быть единичка либо вычитаем один из другого 0 должен быть бюджет на площадь и все бюджет бюджет на total price мы же посчитать хотим хватит нам денег на всю работу нет 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 еще раз скажу она у нас есть вот эти параметры параметры комнаты есть параметры комнаты есть цена каких-то строителей и у нас есть бюджет нам нужно посчитать какую максимальную цену мы готовы заплатить чтобы по идее мы должны прописать чтобы тотал прайс соответствовал бюджетам бюджет делим на площадь получается максимальная стоимость бюджет делим на площадь здесь лучше все-таки взять это в кавычки чтобы точно точно быть уверенными что бюджет не разделится на сайт 1 и не умножится потом на сайт 2 вот здесь порядок важен и давайте посмотрим какую какую максимальную цену мы готовы заплатить 35 35 и 6 625 вот это максимальная цена если мы потом посчитаем скажем нет все таки 11 400 много округлим до 10 тысяч то в этом случае 31 доллар будет максимум максимум который мы готовы заплатить ну это сложная математика это математика не сложнее расчетов на рынке не правда ли да обычно да обычно обычно нет нет каких-то других следующая задача следующая задача тоже 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 интересная представим себе что у нас есть какая-то машинка вот прекрасно автомобиль будущего и есть какая-то дорога и где-то вот тут стоит заправочная заправочная станция пускай она вот так вот выглядит как как это вот в общем заправочная станция нам нужно нам нужно нам нужно рассчитать доедет ли машина или нет какие параметры у нас есть у нас есть объем бензобака это переменная будет называться танк объем бензобака мы измеряем это в галлонах у нас есть объем у нас есть расстояние которое нужно проехать это будет дистанц дистанц это мы измерять его будем в милях и у нас есть такая штука м м пи джи это сколько миль может проехать на один галлон один галлон на один галлон м пи джи и нам нужно рассчитать докуда доедет машина либо она доедет до сюда либо надо все таки все таки доедет до до станции количество галлонов разделить на его количество милей подожди объявим эти перемены то что то что есть ответ тоже хорошо в начале скажем танк примерно у нас будет 2 галлона 34 осталось точнее давай не 2 так что было веселее читать 7 второе что нужно конст дистанц конст дистанц например 37 миль тоже какая-то будет у нее там 38 и также сделаем переменную м пи джи все поняли что такое м пи джи это сколько машина может проехать на одном галлоне это ее технические характеристики например какой-нибудь полноприводный внедорожник у него м пи джи около 20 25 может там в зависимости от от уклона и скорости ветра попутного у кого-нибудь типа там кио рио новый может быть там 45 м пи джи ну и так дальше да это сколько миль она пройдет на одном голове пускай это будет к это средний какой-то средний там мини минивэн вот и вот мы на нем думаем доедем мы или не доедем доедем не доедем танк это у нас остатки в баке да 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 это сколько осталось в баке и нам нужно да нам нужно понять доедем доедем и вообще какое расстояние мы можем проехать на нем ну если также может сказать доедет сколько мы можем доехать больше этой заправки либо не сколько мы не доедем до него как это посчитать кто кто готов сказать конст давайте конст я создам это переменную как путь вас сколько какой из нас будет какой длины будет путь 20 миль на галлона умножить на остаток танки значит нам нужно сколько у нас там осталось до танк умножить 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 mpg и этим самым мы узнаем сколько сколько машина может проехать на остатки да да так хорошо это будет путь да путь который она проехать и давайте создадим еще одну переменную в которой мы запишем как я даже назвать давайте предложите название переменная в которой будет храниться сколько там будет доезд или не доезд до заправки дельта он прекрасно до дельта хорошее название и как дельта будет рассчитываться вычесть что из чего пф минус дистанции пас минус дистанции только это вот это будет в дельте написано а в конце лок я выведу дельту то есть оказывается мы еще 175 миль можем проехать сверху да 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 неплохо неплохо против да все правильно давайте проект проверим вроде так 175 06 давайте подставим сюда другие значения маленькие так что нам легче было у нас будет в баке 2 галлона расстояние будет какое-нибудь простое 20 и mpg будет 30 давайте так на простых на простых числах мы мы и выясним танк умножить на mpg здесь у нас будет 60 так путь минус дистанции путь путь у нас 60 минус 20 должно быть 40 то есть 40 миль 40 миль давайте запустим показывает 40 миль но расчет расчет правильный расчет правильное осталось понять это мы проедем больше на то есть мы проедем больше на 40 миль верно на 40 больше да да на 40 миль больше все все ли понимают все поняли как это работает тут можно найти какой-то типа а если один останется типа 0,78 в баке то да то есть на этом и проедем а если 0,48 типа там полгаллона то тогда мы вот как раз 5 миль не доедем пишу что-то неправильно вот минус это отрицательное число не не доедем если если будет пол полгаллона то вот на нем как раз от 5 миль и не доедем вопросы вопросы все нормально понятно идем дальше хорошо заметили мы используем простые математические выражения одно отнять другое прибавить зум юзер пишет не поняла включи микрофон скажи что ты именно не поняла у меня не получается то что у вас вышло 175 когда мы набирали вот здесь ставили на ран и 40 я не поняла вот откуда это 40 можете еще раз объяснить пожалуйста ты написала точно так же код как и я да прям точно так и пишу ну смотри вот скажите вот здесь каждый раз перед например танк пробел равно пробел пробел мы обязательно ставим правильно для красоты чтобы все было было расстояние между ними то есть не имеет значения если я не поставлю пробел он выйдет неправильно потому что нет это это не будет являться причиной ошибки но лучше ставьте сразу сразу тренируйтесь правильно ставить чтобы вы приучались правильно потому что я вот где-то пробел не поставила и я нажала ран у меня вышло вот именно красно выдал ошибку какую ошибку выдал не я уже я уже справил да я уже справил проблема была не не в этом на значит нет красные красные ошибки вылезают тогда когда либо вы вместо знака равно поставили знак минус поставили еще какую-нибудь закорючку неправильно забыли забыли скобку где-то закрыть это частая проблема может быть окей да так что внимательно точка запятой точку запятой ставьте но если вы пишете вот точно так же как я здесь точка запятой не играет никакой роли и от того что вы не поставите точку запятой он тоже не сломает а хорошо да с пробелом без пробела работает одинаково но с пробелом легче читается просто легче красивее красивее читается окей спасибо давайте что еще давайте дальше давайте дальше давайте дальше давайте дальше есть какие-то какие-то интересные задачи которые нужно кому-то решить вдруг мы можем с помощью программирования их сделать как мы будем это использовать в баг-репорте а никак серьезно вы вот это в баг-репорте вы используете как не будет будете это нужно вам для того чтобы это 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 нужно в том случае если вы идете учиться на кей автомейшн я показываете примеры кода чтобы вы понимали что такое программирование вообще потому что вокруг программирование просто из каждого утюга залили в уши все там вообще про программирование протестирование кучу всяких небылиц но легче всего это проверить на своем на своем опыте да в ютюбе много всяких гуру мастеров где там друг друга друг друга кидаются кидаются грязью но лично лично мое мнение что нужно просто писать писать код вы пишете код для того чтобы получить новую профессию новую специальность и в начале когда будет делать ваш ваш коды вообще как бы качество вашей деятельности оно будет не очень большим но в процессе вы разгонитесь и будете будете уже очень достойно достойно выглядеть на на фоне на фоне всех остальных да а в багрепорте но извините не сможете никак использовать никак не как это притянуть нет это просто для точно так же как вы учились в детских садиках в школах в первых в первых классах соединять учиться писать черточки кубики да вот такие вот вещи то есть это все это это все основы это все основы но из них потом складывать из этих простых вещей потом складываются уже уже большие на самом деле там там них не так много а что сейчас более как бы востребовано что ли если хочешь на автоматизацию перейти это питон или джиэс да что нибудь для разницы нет то есть там и там можно одни функции выполнять эти языки очень похожи друг на друга вам вам освоить один язык программирования вы потом второй третий и дальше если вам нужно будет возьмете но джаваскрипта сейчас сейчас вполне достаточно его его много его хотят его его знают да так опишите пожалуйста работу автоматизатора давайте я вам покажу давайте я вам покажу в чем заключается работа автоматизатором я вам сейчас покажу очень простой простой пример готовы все пристегните ремни посмотрите так это мы работаем над новым курсом посмотрите вот сюда вот так выглядит это пример пример работы тест тест теста они их можно сейчас я объясню в чем в чем идея в чем идея автотеста хороший вопрос очень очень своевременно я в принципе вам хотелось чтобы можно как бы скоро переходить к примерам через одну задачу но нормально начнем начнем чуть раньше вот вот здесь вот здесь реализована простая функция какой-то механизм 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 суммирования механизм суммирования в него подают одно число второе число и ожидает что он вернет их сумму достаточно достаточно понятно написано да потом передали одно число передали второе число и он и будет их складывать все что мы туда не передали он их должен склеить склеить между собой сложить сложить как как это происходит на практике Вот есть какое-то устройство, какая-то вот коробочка. Да, ребята, микрофоны? Да, я замутирую вас. Есть какое-то устройство. Мы сюда что-то передаем. Вот сюда что-то передаем. И это устройство как-то работает, выдает. Как мы можем проверить? То есть в чем будет заключаться проверка? Мы на вход, мы знаем, что эта штука называется у нас суммирование. То есть оно как-то будет внутри, как-то внутри будет работать. Сюда мы подаем двойку, сюда мы подаем тройку. И вот это уже часть теста. Подаем двойку, подаем тройку. И если он нам отдаст пятерку, опять пишется не так. Если он отдаст пятерку, то мы считаем, что этот тест пройден. Вот если так произошло. Но чтобы убедиться, что эта функция работает так, как ожидалось, то мы должны передавать сюда несколько пар. Двойку и тройку. Проверили, что это получилось пять. Мы также можем передать сюда другую пару. Допустим, мы сюда можем передать минус два и минус четыре. И должны убедиться, что получилось сколько там? Минус шесть. Да. И каждый раз, когда мы проверяем же вот это устройство, мы что-то туда подаем и проверяем, соответствует ли то, что нам соответствует ожиданиям нашим. Как это выглядит? Как это выглядит? Вот это одно устройство, мы знаем, что нам нужно подать и что оно должно вернуть. Если вот какое-то значение здесь, какое-то значение здесь, какое-то значение здесь в нашем тесте, мы пишем, что если оно так будет, значит тест пройден. Если происходит не так, то значит вот с этим устройством что-то не так. Ну, либо с нашими тестами не так. Давайте я вам покажу на примерах. На примерах. Вот у нас есть какая-то функция. Пока что вы не знаете этого синтаксиса, и сейчас не самое время обсуждать каждую скобочку здесь. В общем. Просто в общем посмотрите и постарайтесь понять. У нас есть устройство, какое-то вот написанное или работающее, неважно, оно может находиться здесь, либо оно может находиться еще где-то. Обычно оно находится где-то за нашим пределом. То есть мы его не видим. И тут проверяется, что ожидается. Тут, видите, код написан так, что его можно читать. Здесь комментарии, что функция возвращает корректный результат для аргументов минус 10 и 10. И мы говорим, что ожидается, что сумма минус 10 и 10 будет equal нулю. И если это так, мы можем запустить этот тест. Он нам говорит, что да, функция возвращает все правильно. Она стоит, ну, вот так. А если мы скажем, что нет, сумма 10 минус 10, мы ожидаем, что она будет равняться 5. Ну, например, представим себе такое, что мы неправильно написали тест. И он нам скажет, что тут произошло несоответствие. Ожидалось 5, потому что я говорю, что должно прийти 5. А по факту actual пришло 0. Так что посмотрите, в чем не так. Тут, может быть, и вина тестировщиков, что мы неправильно сами посчитали за это устройство. Так, есть? В конечном итоге все равно, если вообще в код залазит, правильно? Автомейшн, да. Автомейшн из него и не влазит. У меня есть вопрос. Откуда мы знаем, какое число или какой ответ должен выйти? Мы знаем, что функция суммирует... У нас есть требования к этой функции. Мы знаем, что это устройство, оно суммирует 2 числа. И чтобы проверить, как оно работает, мы не лезем внутрь него. Мы только работаем со входом и с выходом. Мы подаем какие-то на него значения. И знаем, что если эта функция занимается суммированием, то мы ожидаем получить сумму. И тут мы вручную проставляем входные параметры и выходные. Говорим, что минус 10 на 10 должно вернуть 0. 5 и 8 должно вернуть 13. Минус 2 и минус 35 должно вернуть минус 37. 20 и минус 3 — 17. Вот 0 и 0 должно вернуть 0. Вот это набор тестов. Мы просто подаем одно, ожидаем. Если оно соответствует, значит, мы считаем, что эта функция, это устройство работает корректно. Вот теста 10 и минус 10 недостаточно. Да, этого недостаточно. Их должно быть чуть больше, чтобы мы точно убедились, что оно работает. Потому что, смотри, 10 минус 10 вернет 0. Да, смотри. Допустим, был бы один только этот тест, он проходит. Я же могу сказать... В этой функции может быть допущена ошибка, что оно всегда возвращает 0. Но этот тест по-прежнему работает. Видишь, я запустил, я сломал функцию, я сломал устройство. Но если бы там был бы один тест, он бы говорил, что все нормально. Но если я запущу все тесты, которые есть, то часть тестов пройдет, потому что вот этот тест 10 минус 10 и 0 и 0, они-то прошли, но все остальные не прошли. Что мне-то нужно сказать? Ага, другой тест, например, 13. Я могу сделать так, что у меня функция будет все время возвращать 13. Например, ну такая как бы ошибка. То и так, опять, видишь, часть тестов прошло. Но если функция будет написана правильно, то когда я буду запускать, она будет вся работать. Поэтому тут и подставляют положительное число с отрицательным, два положительных, два отрицательных, нули, как оно будет с ними работать. А теперь про автоматизатора. Представим себе, что вот эту функцию, ее вручную можно было бы проверить. Проверить вручную эту функцию заняло бы, ну сколько нужно было бы проверить одну функцию? В минутах, в секундах, в часах, в днях? Как вы думаете, сколько? Ну, зависит от функции. Ну вот сколько нужно было бы нам писать в консоль логи или где-нибудь, там вызывать ее и проверять? Вот это, ну сколько вот заняло? Минус 15. Что, 15 минут? Ну, около того, мне кажется. Ну, давайте, давайте округлим, скажем, допустим, 5 минут со всеми перерывами и всем остальным. Тут, сколько тут тестов? Давайте посчитаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть тестов. Ну, скажем так, каждый тест мы прогоняли бы, каждый тест мы прогоняли бы примерно минуту. Ну, учитывая, что мы там чуть-чуть отошли, чай попили, еще какие-то переговоры, звонки, встречи. Да. Это могут писать и программисты, и QA Automation. Наши студенты такое умеют писать уже через два месяца. Точнее, на втором месяце они это уже умеют делать. Теперь я вам покажу, что вообще тут скрывается. Я вам показал всего лишь один файл. В каждом файле есть какой-то набор тестов. Просто набор тестов. Тут много есть пока что дубликатов заготовок, в которых тоже там функция сам. Но, да, да, это просто заготовки. Но, тем не менее, в каком-то файле их один, в каком-то файле их больше. Ну, много, много. В каком-то файле другие проверки. Много всяких проверок. Где тут раз, два, три, четыре. Тут еще много. Давайте я сейчас запущу все тесты, которые есть во всех этих файлах. Вот во всех этих файлах в каждом из них есть какой-то набор тестов. И это лучше всего ответит на вопрос, зачем вообще нужна автоматизация. Я запускаю тест. Вот, прогналось 6545 тестов за 555 миллисекунд. То есть на меньшие секунды. Ну, полсекунды. Все, можно челюсти поднять с пола. Да, то есть... А сколько по времени заняло написать вот этот тест? Вот, 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 вот. Эти тесты пишутся, пишутся, конечно, не минуту. Ну, то есть каждая запись, она пишется, может, не минуту. Ну, условно скажем, каждую такую штуку, например. Они типичные. Они очень типичные. Их можно клепать быстро, а где-то можно тормознуть. Ну, давай скажем, что каждую из них можно писать, например, минуту. Вот каждую из этого можно записать минуту. Но ты понимаешь, что вручную, если бы вручную проверять, то уже на второй раз, на второй прогон, оно уже стало бы выгодно. Потому что, чтобы проверить, нужны минуты. Чтобы написать, нужна минута. Но второй раз прогона, это уже стоит. Но я-то могу эти тесты запускать, видишь? Раз запустил, второй раз запустил, третий раз запустил. То есть ни один человек не сможет, ни один человек, ни одна там команда не сможет прогнать шесть с половиной тысяч тестов за полсекунды. Но это быстро. Это быстро обычно, когда мы тестируем внешние системы, внешние, то тесты там идут медленнее. Они не идут полсекунды. Они идут, например, пять минут, пятнадцать минут. Но в любом случае это быстрее, чем это кто-то сделал бы вручную. То есть оно несоизмеримо. То есть скорость совершенно несоизмерима. Как оно работает? Я сейчас попробую найти... Что вы пытаетесь сказать? Запустил тест, пошел пить кофе. Так, кто понял мысль? Кто понял, попробуйте... Мысль понятна. Допустим, если несколько устройств нужно протестировать одним и тем же тестом, то получается, что выгоднее, чем вручную каждое устройство. Это экономит самый главный ресурс, время. Да, я к тому, что мануальное тестирование, оно важно. И без него... Представить себе, что мануальное тестирование будет пока что кем-то заменено, нет. Оно будет актуально, и оно по-прежнему нужно. Но вы увидели в этом примере, что те, кто занимаются автоматизированным тестированием, они автоматизируют рутину. Они просто автоматизируют рутинные операции. Что это за устройство? Это мы у себя проверяем. Ну, это вот те задачи, которые вы получаете в... Где вы? Вы их получаете на локал-кодинге. Это все задачи локал-кодинга. Там вот шесть с половиной... Ну, тут не шесть с половиной тысяч задач. Там просто их меньше. Точнее, их меньше. Потому что на каждую задачу есть пять тестов. Ну, типа раздели это на десять. Вот примерно столько будет. Ну, там семьсот тестов будет примерно. Семьсот задач. Семьсот задач в локал-кодинге. А я правильно понимаю, какой прогон кодов нужен для того, чтобы регрессивное тестирование делать периодически? Ну, мы не пишем тесты наперед. Давай я сейчас вам покажу. Вот сейчас я остановлю. Как идет тестирование, но уже внешней системы. Она по-прежнему находится внутри, но мы будем считать, что мы обращаемся к ней извне. Вот так идет тестирование. Это API-тестирование. Вот. Но тут оно где-то тормознуло, потому что есть причины на это, потому что я переделывал структуру. Но даже вот эту часть, которая она прогоняет, то есть 3 миллисекунды, даже вот эти вот миллисекунды, вручную их тяжело делать. Вот даже вот за эти несколько секунд он прогнал тут много. Потому что много тестов внутри запустилось. Вот. То есть вот так тестируется внешняя система. Она тестируется дольше, чем внутренняя, потому что мы обращаемся куда-то. А если бы мы обращались бы еще через интернет к ней, то тогда нужно было еще представить, что это время тоже бы прибавлялось. Но оно все равно того стоит. Примеры тестирования из жизни. Пожалуйста. Примеры тестирования из жизни. Мы с вами посмотрели вот эти две, эти два примерчика. Вот тестирование с этими, с тасками и с пей-чеком. Сейчас она там загрузится, проснется. Тестировать нужно, мы пишем автоматизированные тесты на тот функционал, который уже не планируется, что он будет меняться. Мы покрываем то, что уже, ну, то, над чем уже поработали мануальные тестировщики, и то, что не будет меняться. Мы не пишем автоматизированные тесты на новый функционал, который только-только вот свежий, еще сырой, и он постоянно меняется. Это делают вручную. А когда он уже утвердился, устаканился, да, когда он уже полностью стабилен, то мы пишем на стабильный функционал, мы пишем тест. Приложение. Смотрим. Приложение. Можно вопрос? Сейчас я отвечу про пример из жизни, и потом перейдем к твоему вопросу. Спасибо. Мы можем манипулировать браузером, то есть, чтобы браузер заходил, нажимал куда-то, здесь что-то вводил, нажимал add slot, и тут вводил какие-то сюда данные, нажимал reset, и так дальше. Это все можно сделать. Это все можно сделать. То есть, мы можем управлять браузером, чтобы он делал за нас эти операции, чтобы он заходил сюда, добавлял слот сюда-сюда, что-то писал сюда-сюда-сюда, потом еще там добавлял слот, потом попробовал удалить, потом попробовал создать, потом проверил, правильное ли время здесь указано, и нам просто дал уже назад ответ, типа да, да, работает, нет, нет, не работает. Мы используем на занятиях, мы используем Cypress. Cypress, это фреймворк для тестирования, и я просто включу демку на их, которая показывает, как это работает. То есть, мы можем через вот эти юнитесты обращаться к элементам страницы, и он будет что-то делать. Вот сейчас он показывает, как он управляет страницей, но чтобы сделать это вручную, это требуется нам какие-то прям доли секунды. Зашел, кликнул, проверил туда-сюда, но чтобы написать инструкции для тестового фреймворка, как он это будет делать, это требуется время, причем сильно больше, чем минуту на действие. Некоторые вещи можно долго делать, но через какое-то количество десятков запусков этих тестов оно окупается. Видите, здесь просто показывается, как вводится значение, как система, как этот тест может вводить сюда значение быстро. Он просто делает это быстро. Вот. Мы можем тестировать, мы можем тестировать интерфейс, и мы можем тестировать API. То, как данные записываются в базу данных, или как клиента взаимодействует с сервером. Но, может быть, пока что это рановато. Не знаю, насколько такой вот анонс уместен. Но вот то, с чем мы работаем, то, с чем мы работаем со студентами. Это интересно, это интересно, увлекательно, очень затягивает. Это Cypress. Но это один из фреймворков. Мы, может быть, через, через, там, на следующий курс мы добавим еще какой-то другой фреймворк. Внутри они сделаны, внутри они сделаны очень, очень похожи. Если вы знаете, как работает один тестовый фреймворк, вы разберетесь с другим тестовым фреймворком. Они очень похожи. Даже на другом языке программирование. Кто с JavaScript переходит на Java, или с Java на JavaScript, говорит, а тут все одно и то же. Только чуть-чуть нужно приноровиться. Примерно, как пересесть с праворульной машины на леворульную. И наоборот. Ссылку в чат на что? Как бы никаких новых материалов нет. Автоматизировать все невозможно. Да, абсолютно верно. Автоматизировать все невозможно. Есть программы, в которых вообще сложно автоматизировать. Даже вот как вот здесь. Представим себе, компьютер навряд ли смог бы, точнее, мог бы, но это очень долго, и того не стоит определить какие-то расхождения или, допустим, еще какие-то новые странные элементы. Мы пишем инструкции для тестов, для тестового фреймворка, и он просто делает то, что мы ему говорим. Он не обращает внимания на то, что заметит обычный человек. Да. Вот. Как-то оно так. Ваши вопросы? Так, вопрос. Можно, да, у меня следующий характер был. Если система у нас оттестирована вручную, она работает, она стабильно, для чего ее повторно оттестировать в автоматическом режиме, и как часто это вообще происходит? Постоянно? Один раз? Да. Представим себе, что у нас есть стабильная система. Все верно. Вот есть стабильная система. Называется Paycheck Calculator. Мы не вносим никаких изменений сюда. Вообще никаких изменений не вносим. Но мы знаем, что... Или, допустим, вот как вот эта вот система, в которой есть обращение куда-то, там, за тасками. Вот мы ее вчера сделали, мы ее проверили, с ней все хорошо. Вчера она работала замечательно. Помните, правда? То есть были, были таски. Были таски, вот сегодня, сегодня тоже есть. И с ней все прекрасно. С ней все прекрасно. Компания, которая выпускает этот продукт, она хочет убедиться, что это приложение работает 25 часов в сутки, 8 дней в неделю. Так что она работает постоянно. Поэтому периодически мы можем сделать такую группу тестов, которая будет заходить сюда каждый час, там, каждые полчаса и делать типовой набор действий. Словно там, когда создал таск, быстренько я там его через микросекунду удалил. Создал, удалил. Проверил, работать, не работать. Прошелся по основным вещам. Ну, либо потому что можно. И мы точно знаем, что система работает. Своего рода мониторинг. Но мониторинг не только на то, что типа страница есть, а на то, что она работает так, как нам нужно. Или, например, мониторинг, что мы можем, что пользователь может зарегистрироваться в системе. Например, на локал-кодинге написана тоже своя группа тестов, но, судя по всему, мы не покрыли какую-то область. И вот парень тоже вначале сказал, типа, не могу зарегистрироваться. Мне непонятно, почему он не может зарегистрироваться, в чем дело. Попробуем, может, с другого имейла. Но есть какая-то ситуация, при которой он что-то с ним не происходит, не пускает. И как для локал-кодинга не страшно. Один-два человека не смогли зарегистрироваться. Но для сайта банка, например, который получает с каждого клиента много денег, это могут там клиенты быть на многие десятилетия, которые каждый день что-то платят, то это большая проблема. Поэтому чем больше денег замешано в бизнесе, тем тщательнее относятся к тому, чтобы система работала. Тестирование делается не только для того, чтобы сломать, а для того, чтобы еще проверить, что все работает, как работало. Автоматизированное тестирование не занимается интеллектуальным поиском дефектов. Он идет только по тем инструкциям, которые вы дадите. Найди кнопку, нажми, найди вторую кнопку, нажми на нее, запиши в такое-то поле. Он в автоматизированном режиме не работает как человек. Он работает как, условно говоря, с завязанными глазами, просто знает, в какое место нужно нажать. Можно вопрос? Я не могу понять. Вот есть ручное тестирование, автоматизированное. А что такое локал-кодинг? Да, это хороший вопрос. Локал-кодинг – это сайт, учебная система, которую сделали мы для наших студентов и для всех остальных, чтобы вы могли здесь учиться программировать и тестировать. Это методичка. Методичка для наших студентов. То есть это инструмент? Это методичка. Это книга. Книга интерактивная. Спасибо. С примерами, с картинками, с какими-нибудь... Ну, с описанием. Все, что здесь написано. Это все вы здесь можете найти. Тут картинки. Actual, expected. Все так, чтобы вы могли лучше визуализировать. То вот ожидалось, что будет построено вот так. Можно вопрос? Получилось тогда. А вот специалист по автоматическому тестированию что-то типа бак-репорта заполняет по результатам своей деятельности, тоже как-то оформляет отчетную документацию. Обязательно? Да, обязательно. В чем задача? Нужно, помимо того, что вы пишете тесты, еще смотреть на результат их прогона. Эти... Давайте вспомним первое занятие, когда компания... Вот у нас какой-то есть какой-то вот чудо-завод. Какой-то чудо-завод, и он выпускает продукцию. Он выпускает какую-то продукцию, и она через какое-то время попадет клиенту. Но... Представим, это какие-то апы, какое-то приложение, регулярное обновление выходит. То есть клиент уже его купил или скачал, и оно вот к нему ползет. Задача тестировщиков и также автоматизированных тестов в том, чтобы стоять на пути... чтобы стоять на пути к клиенту, и если вдруг... если вдруг какие-то проверки выявят ошибку, то вот эта ошибка, она заблокирует движение этого продукта в сторону клиента. Доставка может быть автоматическая. Как только что-то сделали, сразу он там собирается, отправляется, собирается, отправляется. Вы просто получаете на телефон, вышло новое обновление. И оно даже само может скачиваться. Вышло новое обновление, само скачалось. Вы даже не знаете, что ваше приложение обновляется. И вот если есть какая-то проблема, то дальше не идет. И этих постов проверок может быть несколько. Здесь проверили одну часть, здесь проверили другую часть. Ну, если оно сложное, такое сложное составное, обычно там 2-3 части. И вот если здесь нашли ошибку, оно дальше не идет, либо если здесь все было хорошо, здесь все тоже хорошо, то тогда оно доставляется в телефоны или во все остальные места. Зачитаю из чата. Нагрузку на БД тоже тестируете? Нет. Мы не тестируем нагрузку на БД. Обычно это делают разработчики, это в их интересах, чтобы база данных работала быстро. Это не задача тестировщиков. Тех людей, которые тестируют нагрузку на базу данных, их можно назвать тестировщиков, но тех, кого мы готовим, не занимаются такими вещами. Можно ли на ты? Можно на ты. Я вообще как бы со всеми на ты и ожидаю тоже от вас. Что тебе больше нравится, тестирование или разработка? Ну, мне больше нравится разработка, я больше люблю делать. Вот эти все приложения, которыми вы пользуетесь, в том числе Local Coding, я здесь тоже много всего сделал. Вот это приложение, вот это приложение, все Client Base, вот когда вы внутри будете, тут будет еще Client Base, вам дан его тоже, вы будете делать. Это я его делаю. Мне нравится. Мне нравится. Мы еще со студентами делаем, мы еще делаем с ними другие, другие задачи, так что я больше за разработку, но это не значит, что и вам тоже нужно идти в разработку. Может быть, вы себя будете прекрасно чувствовать в тестировании. Это очень индивидуально. Ситуация может возникнуть для мобильных приложений, когда выходят новые версии продуктов iOS. Да. Так, сообщение, которое было немножко раньше. Работодателю нужен эффективный сотрудник, который будет выполнять работу, как эффективно это возможно. Очевидно, что автоматизатор будет в приоритете на вакансию. Если продукт большой, то там будет и автоматизация, и мануальное тестирование. Мануальных тестировщиков будет больше. Будет больше. Просто их будет больше. Так что, ну, пускай это не вводит вас ни в какое заблуждение. Что такое Zero Coding? Zero Coding. А где вы это прочитали? Четвертый урок на YouTube загрузите? Загрузим. Влад, где-то прочитал про Zero Coding. Zero Coding. А, реклама где-то. Реклама. Zero Coding вам не грозит. Не переживайте. Zero Coding – это такой тренд на то, что все можно накликать, и оно все будет само как-то хорошо работать. Но пока что это одно из направлений, в которое можно мечтать. Расскажите, реально найти работу QMNL, начиная с интервью, полностью на дистанционке, переживая, что в моем городе может быть небольшой спрос. А где ты живешь? Марин. Есть ли все Джексонвиль? А, Флорида. Ну, почему? Там у нас есть студенты, работают. Нормально. Джексонвиль – прекрасно. Но даже если, какая разница, в каком городе работать, если вы работаете на удаленке. На удаленке с полным-полно позиций. Прям полно. Берут, берут прекрасно. Но только не из-за границы США, чтобы работать здесь. Здесь можно немножко губу закатать. Если все проверяются на выходе, почему вылазят разные проблемы? Например, обновление в Apple взять. Внутреннее тестирование тоже есть. Тоже есть. Но самый важный рубеж это то, когда продукт достанется клиенту. Вот поэтому и на выходе его тестируют. У Apple обновление, но там тестирования очень много. Я работал в Apple несколько лет. Я видел это внутри и они очень серьезно относятся к качеству. Но все равно мы знаем общее правило, что проверить, протестировать и найти все баги невозможно. Точно так же, как невозможно написать полностью продукт без дефектов. Как бы мы внимательно его не писали. Почему в Local Coding только один урок на английском? Почему в Local Coding только один урок? Я не знаю, о чем тут на английском вообще. А, это интересно, да. Потому что это требования к client base и английском языке. Да, кто не в курсе, мы общаемся между собой на русском, потому что это быстрее доходит до мозга. А вся внутренняя документация, коммуникация, мы все пишем на английском. Пас во Флориде находится нет. Пас находится вообще в облаке. То есть, мы начинали в Калифорнии, а потом переехали в Паригород Атланты. Мы здесь делаем буткемп уже второй год. К нам сюда приезжают студенты, учатся и морально отдыхают. В Канаде нужны тестировщики? В Канаде нужны. А в Мексике? И в Мексике нужны. А в Европе? И в Европе тоже нужны. Ну, я так немножко под вас пытаюсь развеселить. В общем, тестировщики нужны везде, где разрабатываются новые продукты. В Канаде, ребята, в Канаде-то что там? Это что, хутор какой-нибудь в лесу затерянный? Там же просто сотни тысяч компаний. В каждом городе, в каждой стране огромное количество компаний. Почему буткэмп последний? Ну, потому что так. Мы хотим немножко отдохнуть. Переходят ли автоматизаторы со временем в разработчики? Кто-то переходит. Некоторые женятся, а некоторые так. Вернее, на буткэмпы встречи для поиска работ. Не буткэмпы, встречи для поиска. Ну, как хотите, так и назовите. Возможно ли работать, но удаленки живя в Канаде? Можно. Можно. А я смогу и вы сможете. А в Майами будет встреча в феврале? Если она анонсирована, то будет. Если ее не анонсировали, то не будет. Мы в Майами были уже летом или весной. Просто тяжело. В Майами было очень классно. Хорошие люди пришли. Да, было очень весело. Да, давайте вопросы. То есть, можно же жить в Канаде и работать на удаленке в Америке, правильно? Нет. Нет. Если только у тебя нет разрешения на работу в Америку. Нет. Изитор такой есть. Не, не. Если у вас есть абонемент в библиотеку, это неравносильное разрешение. Ты работай, да? Да, да. В Шарлотте была встреча тоже, да. Если есть канадский офис у компании, то нанимают. Да, но это вы все равно получаете канадскими деньгами по канадскому курсу. Ну, это не важно. Просто я живу в Канаде и хотел бы работать на Америку с перспективой. А там никаких перспектив нет. Спешу тебя обрадовать. А какие перспективы? Тебя перевезут? Зачем? Зачем перевозить человека, который сидит в той же самой Америке, просто в Канаде, где ему платят, будет платить меньше? Ну, я об этом говорю. Да никаких, просто работайте на той работе, на которой вы можете получить больше денег. Можно вопрос? Да. Я постараюсь донести, что я хочу спросить. Может, это глупый вопрос. Я не могу понять. Когда мы делаем мануальное тестирование, нам не нужно никакое программирование. Мы просто тыкаем на кнопки. А когда мы делаем автоматизированные тестирования, нужен какой-то язык, допустим, JavaScript. и он применяется ко всем продуктам. И к мобильному, и когда мы сайты тестируем. Вот я не могу это понять. Зачем мы изучаем? То есть, или сами те программы написаны на каком-то языке, и нам хорошо знать какой-то язык, чтобы протестировать. Можете объяснить этот момент? Да, понял. Значит, по поводу мануального тестирования. Мануальный тестировщик – это инженер. Все равно. Список обязанностей сильно больше, чем просто тыкать на кнопки. Это вы убедитесь, когда вы будете уже учиться. Вы поймете, насколько высокие требования к хорошим мануальным тестировщикам. И отсюда все остальные мифы о том, что как много мануальных тестировщиков, бла-бла-бла, и все такое. Хороших мануальных тестировщиков мало, как и всех хороших специалистов. И если вы станете хорошим специалистом, то вас будут хотеть. Да. надеюсь, по профессиональным из-за того, что вы хороший специалист. Дальше. Программирование мы учим для тех, кто занимается написанием автоматизации, автоматизированных тестов, автоматических тестов. программирование не смотря на то, на чем написано основное приложение. Основной продукт может быть написан вообще на каких-нибудь на рунах древних. Там еще не важно, на чем он написан. Важно, как мы к нему обращаемся. То есть они не связаны между собой. Просто представьте, можете представить себе такую картинку. вот у нас есть транспортерная лента и ползет вот этот продукт. У нас есть здесь рамка, которая его как-то просвечивает, проверяет. Они не касаются друг друга. Этот продукт просто проходит через эту группу тестов, а здесь уже какая-то рука манипулятор проверяет. Нажало на эту кнопочку, нажало на эту кнопочку и так дальше. Мы пишем код для вот этой руки манипулятора, которая крутит, перевернет, нажмет, потрясет в соответствии с тем, что мы хотим проверить. Эти инструкции выполнят. И все. Что написано внутри, на каком диалекте какого языка, насколько оно актуально или не актуально, вообще не важно. Нам важно, на чем мы пишем вот эти манипуляторы, которые взаимодействуют с ним. Понятно, да, очень хорошо ответили. Спасибо. И второй вопрос у меня. Можно условно поделить на типы, что мы тестируем? Мобильные приложения, да, допустим? Мы работаем с веб-приложениями. Наш основной фокус на веб-приложениях, потому что веб-приложения самое горячее, что вы сейчас можете найти. Веб-приложения развиваются, их делают в огромных количествах, поэтому туда, там рыба есть. В мобильном тестировании тоже что-то есть, тоже много всего, чего есть, но есть простой веб. То есть когда при устройстве на работу устраиваются компании, которым нужны именно веб-тестировщики, правильно? Это важно. Да, да, да. А что, отдельное тестирование нужно проходить? Я так, к примеру, я не собираюсь, но можно пойти на курсы и мобильного тестирования? Да, мобильных тестирований. Да, есть, есть кто специализируется на мобильном тестировании? Мы не занимаемся мобильным тестированием, потому что пока что в этом нет смысла. Что такое веб-приложение? Вот, это веб-приложение. Local Coding это веб-приложение, когда вы нажимаете и с вами система может как-то взаимодействовать, вы можете нажать на какую-то кнопочку, она как-то отреагирует. Здесь тоже вы можете нажать на кнопочку, она как-то отреагирует на ваши действия. И так и здесь. Это веб-приложение. Они могут быть открыты и на мобильном устройстве, это не значит, что они будут именно мобильным апом. Они будут просто открыты в браузере. Вы пользуетесь, например, приложением своего банка, и веб-версия и мобильная версия, они отличаются. Они отличаются. Они хотят, чтобы они были более-менее похожи, но это над ними сидит две разные команды. Одна команда делает веб-версию, у нее своя группа тестировщиков, и есть команда мобильных разработчиков, у них свои тестировщики. А, мы учим только если вы идете на мануальное тестирование, то вы будете уметь тестировать все. Вот этот вопрос. Вы будете уметь тестировать все. те, кто идет на автоматизированное тестирование, то мы делаем акцент только на веб-приложение, без мобильного тестирования. Но если вы как мануальщик, то вы будете уметь тестировать все. Там методика общая распространяется на все, потому что вы будете взаимодействовать с телефоном вручную, будете сами нажимать кнопку. А если вы хотите написать какой-то автоматизированный тест, то этот автоматизированный тест должен каким-то образом в этом телефоне передвигать и использовать те возможности, которые можно в телефоне. Понятно, спасибо. Тестируем ли мы веб-сервисы? Да, ну, собственно, вот это и есть веб-сервис. Читаю еще один вопрос. А можно вопрос задам? Ребята, о, слушайте, мы так с вами немножко задержались. Давай, я сейчас зачитаю то, что есть, потом твой и, наверное, будем закругляться. А можно я тоже вопрос задам? Да, да, можно, можно. Сейчас заполняют нишу разработчиков, школьники, которые делают сайты на конструкторе сайтов Figma Tilda. Это не забирает у нас работу, что это стало слишком популярно? Не, не заберут, не переживайте. Перейти с Tilda на JavaScript там пропасть просто. Я знаю, что такое Tilda и Figma и все это. Нет, там пропасть. Они сидят на своем острове, мы сидим на своем острове. Мы не конкурируем с веб, с сайта-делами. Люди, которые, вот есть, допустим, разработчик веб-приложений, вот мы, например, делаем вот такую вот штуку. Есть люди, кто занимается созданием сайта, типа сделаю сайт для вашего бизнеса 150 долларов и два дня. Нет, мы с ними не конкурируем, вообще находимся по разным полюсам. Ставки веб-разработчиков, кто занимается вот такими вот вещами, они, может быть, не очень красиво выглядят, но за это платят в десятки раз больше, чем разработчикам сайта. Собственно, сейчас нет проблемы у бизнеса сделать свой сайт. Когда-то это было очень актуально и модно, и каждый сантехник, каждый плотник хотел сделать свой веб-сайт, типа, вот мы работаем, вот моя табуреточка. А сейчас в этом нет никакой необходимости. Это уже сильно не... В общем, это уже всем никому нафиг не надо. Ну, именно сайты. Поэтому тильда, всякие веб-флоу и так дальше они популярны, но там у него, у сайтов на тильде есть свой потолок. Мы сейчас, кстати, сами используем тильду, но мы уже выросли из него, поэтому я сейчас готов, приготовил новую версию. Да. Сейчас еще пару вопросов зачитаю, потом голосом кто хотел спросить. Все было супер, большое спасибо. Спасибо. Тестеры владеют языками Python, C++, Java, кто-то конкурирует между собой. Ну, я не думаю, что у меня есть какие-то прям кланы. В тестировании самые горячие языки в тестировании Python, JavaScript, Java. Все. C++ нет. На нем вот то, что мы делаем, на нем можно делать, скорее всего, но это не является основной потребностью на рынке. Если вы знаете, когда вы, давай так, когда вы выучите один язык программирования, один раз выучите JavaScript, например, или Python, начните с JavaScript, а мы с вами уже научились много всего делать. Когда вы поймете основы, там не очень сложно условия, ветвления, функции, структуры данных, вы потом легко перейдете на Python, и вы потом с помощью молотка и какой-то матери вы перейдете потом на JavaScript, то есть на Java, на Java, потому что Java там своя болота. Но принципы одни и те же. Вы будете знать, как делаются циклы, вы будете знать, как делаются ветвления, просто нужно будет еще выучить несколько там магических трюков и пусть в какое время классы? Классы обычно вечером, не так ночью, как сейчас. Тут у нас ночное собрание. Да, кто хотел задать вопрос, давайте, давайте. Я хотела задать вопрос, если я учусь на тестировщика автоматизатора, там будет ходить в курс программа мануальщика, ну, чтобы я потом, если мне не понравится, ага, окей, спасибо. Если мне вдруг не понравится, я смогу работать не по этой профессии, а тестировщиком просто. Понравится, понравится, понравится. Окей, спасибо. Если ты выучишь автоматизацию, как это не понравится? Конечно, понравится. У вас бывают скидки на учебу? Нет, не бывает. Например, Black Friday? Не, 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 мы не делаем скидки. Огромное спасибо, было очень интересно, и вам спасибо. За сколько примерно времени можно научиться JavaScript? Два месяца. Ну, месяц на основы и второй месяц, на чуть-чуть сложные вещи. Но так, чтобы сказать, что вы можете сделать на JavaScript что-то, ну, где-то год. Но через два месяца вы будете уже что-то там ввязать. Да, а как физически это происходит? Как автотест запускается, как он сопрягается с той программой, которую мы тестируем? Ну, это уже дело техники. Это дело техники. Да, мы можем обращаться через какие-то интерфейсы к ней через... Ну, обычно там используется какая-то программа, фреймворк, прокладка между ними, который, который, собственно, как бы предоставляет ту руку манипулятор, который нажимает. Так, а заплатить с первой зарплаты можно? Можно, но деньги вперед. Так, а когда начинается учеба, в каких числах? На следующей неделе. Можно ли будет после K-Manual пройти на K-Automation с доплатой, сколько времени это будет обучение? Так сделать можно, доплата, ну, соответственно, как разницы. Но уточняйте это у ассистентов. Они вам скажут, ну, ассистенты наши продавцы. Скажите, пожалуйста, как организованы классы? Классы организованы хорошо. Выходите на занятия практически каждый день. С вами занимается преподаватель, ассистент, проверяльщики домашних работ. Ну, не, у нас один человек проверяет сейчас домашнюю работу. Два. Два уже? А, два, точно, точно, точно. Еще Надя. Я что-то забыл. Да, два человека проверяют уже домашнюю работу. Кто еще? Кто еще? А, ну, еще в чате студенты, кто уже нашел работу, или кто может подсказать, они очень быстро помогают в чате, нам подсказывают. Да, у вас еще есть проект-менеджер, с которым вы ведете проект. Ну, очень много всего. Ребята, наверное, будем закругляться, все-таки 12-й час. Мой последний вопрос. Давайте. Вот вы пару раз сказали, что если такой хороший тестировщик и мало очень хороших тестировщиков, что вы имеете в виду? Это как? Это надо учиться, много знать, или что-то думаете, кто хороший? Давай начнем с определения, кто такой плохой тестировщик, а потом, кто такой хороший тестировщик. Хорошо. Плохой тестировщик, это, ну, на мой взгляд, это человек, который случайно попал в индустрию. Например, случайно, там, жена программиста говорит, устрою меня куда-нибудь, он говорит, давай к нам на работу, у нас там есть свободное место тестировщика, в общем, по блату как-нибудь там поставили, в общем, она сидит, и, ну, она или он, по-разному бывает, сидит и вообще-то занимается, ну, без развития, просто как бы устроилась, как бы, ну, условно, человек, который попал случайно и не развивается никак, ну, просто как бы на своем месте есть, и считается, ну, как бы тестировщик, просто там, условно говоря, наглеет с каждым днем. А хороший тестировщик, это тот, тот человек, который постоянно занимается самообучением, ну, как бы, саморазвитием, да, саморазвитием, следит, следит за, за трендами, и, ну, в общем-то, ну, находится в потоке происходящего. Можно, можно даже сказать, так сказать, что плохой тестировщик, это еще, ну, плохой вообще айтишник, тот, кто сказал, что все, я знаю все, мне всего достаточно, я, ну, типа, у меня все, чего я хотел, я всего добился. Ну, условно говоря, это полностью подписка своего, ну, не то чтобы приговора, но, в общем, ну, это, это, это просто остановка. Здесь не получится останавливаться, вы все время, все время должны что-то делать, потому что индустрия развивается очень-очень быстро. где-нибудь там отошли чайку попили, пришли назад, смотрите, а там уже, а там уже, новые, новые, новые тренды. Да. Я очень рад, что вам понравилось, спасибо вам за, за комментарии. Когда начинаются следующие учебные циклы? На следующей неделе. Следующие через месяц. На фирмах бывают курсы повышения квалификации для своих работников? Бывают, но это ваша ответственность повышать свою квалификацию. Возможно, кто-то из нас, из нас будет коллегами. Вполне, очень даже большая вероятность. Мне понравилось, вечерние встречи, прям дружная семья. Да, ребят, всем, всем спасибо. Мы начинаем на следующей неделе. В понедельник тоже будет урок по тестированию. Следите за анонсами, подписывайтесь на группу в Телеграме, кто еще не подписался в Фейсбуке, просто найдите PASV, Programming Academy in Silicon Valley. У нас в воскресенье начинается буткемп, тоже будут интересные фотографии. Смотрите в Инстаграме, в Фейсбуке, там будет самое быстрое обновление. Какой Телеграм? Какой Телеграм? Телеграм очень простой. Сейчас вам скидываю. Да, обязательно будет экзамен и сертификат. Вот Таня пишет. Да, обязательно будет, кстати, у QMNL экзамен и сертификат. Не очень легкий, но интересный. Да, так что те, у кого будет сертификат, то точно, точно можете быть уверены в своих силах. Четвертую лекцию, да, обязательно будет и четвертая, и это пятая. Все, всем спасибо. Записывайтесь, записывайтесь на занятия. Мы начинаем на следующей неделе. Если будут какие-то вопросы, можете найти меня, можете найти кого-то из наших сотрудников. Все есть в Телеграме. Пишите, пишите, будем общаться. Как на бесплатный занятий записаться? Да, как записаться? Бесплатный. Когда первый бесплатный у вас будет? Через Facebook, наверное, через Instagram. Там на e-mail, если вы получали e-mail, там тоже есть. Уже сегодня там можно записаться на бесплатный урок. Сейчас я скажу. ВКонтакте собакопас.ru Вот сюда напишите. Да, всем спасибо, всем хороших, хороших выходных. Увидимся, будем на связи. Тогда, когда мы будем делать еще подобного рода, мероприятия, поэтому кому нужно больше времени подумать, думайте. Те, кто уже готов, записывайтесь. Начинаем на следующей неделе. Всем хороших раздумий. Всем пока.